Безопасность дорожного движения является крайне серьезной проблемой, как в нашей стране, так и во всем мире. Чтобы сократить число жертв, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Все случаи гибели и травматизма людей в результате ДТП фиксируются дорожной полицией. О чем говорит статистика и что грозит за нарушение правил, узнавала Альбина Ламкова. Дорожная полиция на постоянной основе доступными способами рассказывает населению, как избежать дорожно-транспортное происшествие. Обучают правилам поведения на трассах и городских улицах. Проводятся мероприятия по предупреждению пресечению административных правонарушений, влияющих на рост ДТП с тяжкими последствиями. Одним из таких деяний является правонарушение, связанное с выездом в нарушение правил дорожного движения. На полосу дороги предназначены для встречного движения. Можно отметить, что основной задачей проведения таких мероприятий является именно профилактика. Частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей, лишение права управления от 4 до 6 месяцев. Если штраф вынесен впервые при условии, что он будет оплачен в течение 20 дней с момента его назначения, то законом предусмотрена оплата только половина суммы. Или же для добровольной оплаты штрафа в полном объеме, то есть 5000 рублей в течение 60 суток. Однако по истечении указанного срока постановление передается судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания суммы. Повторное совершение указанного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае выявления данных правонарушений камерами фото- и видеофиксации штраф предусмотрен в размере 5000 рублей. Однако в данном случае оплата половины суммы назначенного штрафа законом не предусмотрена. Следует иметь в виду, что законодательством предусмотрена и уголовная ответственность, отметил Заур Харатоков. В случае выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенное для встречного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за деяния, которые предусмотрены частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность за деяние данной категории предусмотрена статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей с лишением права управления сроком до 6 лет, а также предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет. О состоянии аварийности на дорогах республики в этом году рассказала заместитель начальника отдела управления госавтоинспекции по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Она отметила, что уже за 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 156 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 26 человек и 183 получили ранения. В указанный период на территории республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 2 ребенка погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения по вине водителя являются нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестка, выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено. Нарушение правил проезда пешеходных переходов. Еще с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в надзоре за дорожным движением используют автомашины в стандартном исполнении. Данный транспорт передвигается в общем потоке. При выявлении правонарушений сведения о нем передаются ближайшему наряду ДПС. Альбина Ланкова, Мухаммеда Шибока, Вести, Корчаева, Черкесия.